Девушки отдыхают В новом сезоне МХЛ бороться за медали Учиться у легенды Одна из лучших разыгрывающих в истории мирового баскетбола Оксана Рахматулина провела мастер-класс для омских поклонниц оранжевого мяча Кроме того, на этой неделе баскетболистка Арсения Матвеева стала серебряным призером молодежного чемпионата Старого Света Борец Даян Нигматов завоевал аналогичную медаль на спартаке Адеучащихся России Футболист Владислав Полетаев стал лучшим вратарем международного турнира в Испании Алексей Шишкин взял два золота на первенстве России по гребле на байдарках и конуе Подробнее об этом и не только прямо сейчас Футболер Дыш блистательно начал сезон Речники на старте не только одержали две победы подряд но и сохранили свои ворота вне прикосновенности Обе встречи с Барнаульским Динамо, а мячи выиграли в сухую Удастся ли сохранить эту приятную для омских болельщиков тенденцию и в матче против «Зенита» из Иркутска? Именно иркутяне стали нашими очередными соперниками в рамках первенства России по футболу среди клубов ПФЛ С самого начала игра на искусственном газоне манежа «Красная звезда» проходила по вполне предсказуемому сценарию А мяч объективно повыше класса А потому вполне закономерно, что на протяжении всей встречи хозяева поля имели большое преимущество Тем не менее, воплотить его в голы в первом тайме так и не смогли Иртыш показывал качественный, хорошо организованный футбол, но мяч ни в какую не шел в ворота Однако было понятно, что это лишь дело времени Иртыш имеет большое территориальное игровое преимущество Но посмотрите, сзади только один остается Князев Соперник «Зенит» играет строго от обороны То есть моментов у нас три было стопроцентных хороших Ну просто не идет мяч, но думаю, что один того мы забьем обязательно Так что большое преимущество Иртыша Второй тайм оказался более богат на интересные события На 62-й минуте активные действия нашего капитана Александра Масловского Привели к тому, что полузащитник гостей, опытный Дмитрий Пытлев, срезал мяч в собственные ворота На 86-й минуте вышедший на замену Артур Шлейермахер Совершил скоростной рывок со своей половины поля И, дойдя до ворот соперника, классно пробил в дальний угол Тяжело входить в такую игру с замены? Ну конечно, нужно сразу задышать, тяжело вработаться сразу Поэтому на разминке активно разминался Чтобы знал, что буду выходить и будет сложно в такую игру входить Прокомментируй свой гол твоими глазами, как это все выглядело? Ну я прихватил и видел, что я иду один в один с игроком И понял, что либо обыгрывать под левую, простреливать, либо в центр Он опорную ногу поставил правую назад Поэтому понял, что могу идти в центр и пробить И просто побежал в центр, он не успевал И я пробил В принципе, получилось так Больше забитых мячей в тот вечер болельщики не увидели Итог матча 2-0 в пользу РТШ Эта победа позволила речникам подняться на первую строчку турнирной таблицы Не получилось, это, наверное, все-таки быстрый гол Мы планировали забить этот быстрый гол, чтобы облегчить себя дальнейшую ситуацию Чтобы больше контролировали мячом И спокойно было Немножко, конечно, то, что не забили быстрый гол Немножко был такой, как бы сказать, напряг Уже второй тайм, конечно, сделали коррективы, вышли Ну и думаю, дожали Ну, слава богу, забили два голова Впервые практически за игру за 10 минут до финального свистка Иркутяне у наших ворот с разу два острейших момента создали Это Зенит добавил или мы немножко расслабились? Ну, я думаю, все-таки, наверное, у нас немножко концентрация, ну, чуть-чуть сбавилась Потому что, как-никак, все-таки в счете ведем Немножко где-то расслаблим Главное, чтобы в дальнейшем таких не было ошибок В пятницу играли с Барнаулом, сегодня с Иркутском Следующую игру уже играть в субботу Успеваете восстанавливаться? Сложновато, но, я думаю, мы, конечно, профессионалы все успевают восстанавливаться В эту субботу, 17 августа, Иртыш проведет очередной домашний матч Соперником нашей команды станет ФК Читар Ну, а что касается игры против Иркутян То на послематчевой пресс-конференции настроение у главных тренеров команд По вполне понятным причинам было совершенно разным В принципе, я считаю, что все закономерно Иртыш победил Никаких проблем, поздравляем с победой Я очень доволен содержанием игры, результатом И мы от игры к игре, как я думаю, мы набираем тот игровой темп, ритм Который нужен, чтобы пройти этот отрезок осенний на достаточно стабильном уровне В Чехии завершилось первенство Европы по баскетболу Среди молодежных сборных, возраст игроков которых не превышает 20 лет В турнире принимали участие 16 сильнейших команд Старого Света В составе сборной России выступала воспитанница омского баскетбола Форвард-нефтяника Арсения Матвеева В групповом этапе россиянки поочередно обыграли соперниц из Чехии, Польши и Швеции В 1-8 финала наша команда прошла Германию, в четвертьфинале Сербию, в полуфинале нами были обыграны представительницы Бельгии В финале россиянки встречались со сборной Италии Судьба чемпионства решалась на последних секундах игры и здесь чуть больше повезло соперницам, победившим с отрывом всего лишь в 3 очка 70 на 67 Тем не менее, второе место для сборной России можно считать серьезным успехом В последний раз наша молодежная команда завоевывала серебро в далеком уже 2012 году Арсения Матвеева в стартовых играх получала не так много игрового времени Однако постепенно стала одним из определяющих игроков команды В подмосковном Раменском состоялись финальные соревнования летней спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе В составе команды Сибири представитель Омской области Даян Нигматов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 45 килограммов Другой мяч Максим Зайцев в весе до 92 килограммов остановился в шаге от медистана В командном сочете Омская область расположилась на 14 позиции среди 36 регионов Ястребы идут на взлет Омская молодежка перед стартом 11 сезона МХЛ настроена решительно Стараться играть лучше, проходить еще дальше в плей-офф и бороться за медали До первой игры сезона остается меньше месяца Подготовка идет полным ходом, работа на льду и в зале кипит Омская молодежка прошлась на предсезонном турнире в Уфе катком по соперникам Сейчас Ястребы готовятся к очередному турниру, который пройдет в Новосибирске уже на этой неделе Четыре игры за четыре дня, после чего два товарищеских матча в Омске А дальше, дальше новый сезон МХЛ Первые игры пройдут 8 и 9 сентября Ястребы на выезде постараются взять реванш у мамонтов Югры за прошлый плей-офф А уже 15 и 16 числа наша команда начнет сезон в Омске матчами против Альметьевского спутника Пока команда разминается перед двусторонней игрой в спортзале Вратарская бригада Ястребов крутит педали под пристальным взором своего тренера Последний рубеж нашей молодежки будут защищать Георгий Дубровский, Никита Дианов и Андрей Мишуров Мы где-то добавляем техники, потому что с каждым годом она совершенствуется И мастерство вратаря должно как бы все время быть лучше и лучше С каждым годом добавлять Наш тренер вратарей очень к этому ответственно подошел И мы, естественно, его слушаем Конечно, в этом сезоне мы должны выступить еще лучше Так как у нас проделано очень много работы, еще раз повторюсь И состав подобрался довольно новый, много молодых Но они, видно, сразу тянут Они как бы работают с нами, у них все получается Где-то мы им подсказываем, но они с нами на одной волне Артем Мурулев один из тех, кто тянет Защитнику в конце августа исполнится только 17 лет Но он уже готов поспорить за место в составе На турнире в Уфе игрок обороны эффектно реализовал большинство От души приложившись по шайбе в касание Эмоциональное празднование броска вполне объяснимо Для Артема эта шайба первая за Ястребов Теперь главное не сбавлять скорости, ведь в МХЛ они совсем другие Довольно-таки высокий уровень, скорости большие Ребята поопытнее Надо думать быстрее здесь, соображать Для себя надо в первую очередь попасть в состав Для команды забраться в плей-офф и как можно выше пройти Состав Ястребов в межсезонье значительно обновился В силу возраста команду покинули опытные по меркам молодежной лиги Мельников, Шама, Дмитричев и Зубов Они продолжат карьеру в фарм-клубе «Авангарда» и «Шстали» Сюда же отправились заседа из Пиценко, но и лидеры остались Асташевский, Волошин, братья Баданина и Грицюк в нападении Денисевич, Елизаров, Скоробогатов в обороне, Дубровский в рамке Один из лидеров Ястребиной атаки – Семен Асташевский Который с большой долей вероятности будет капитаном команды в новом сезоне Предсезонку он проводит на твердую пятерку В Уфе на его счету два дубля и пять набранных очков Однако свою роль форвард отводит на второй план Партнеры – вот фундаментальная основа успеха Партнеры помогали, отдавали на пустые ворота Оставалось в голову только забивать и все У нас были сборы, в отличие от предыдущих, в Омске Мы месяц катались на льду по два раза в день Хорошо наработали, может, некоторые моменты, но пока только нарабатывают Оптимальный результат – как можно дольше играть в ООО Проходить дальше, бороться за медали Ястребы продолжают наигрывать сочетания Сегодня команда проводит заключительный матч на турнире памяти Белосохова в Новосибирске против Челябинских белых медведей Сезон скоро Грядет ястребиная охота Последний раз омичи завоевывали главный трофей МХЛ – Кубок Харламова в 2013 году Поколение «Некст» Ястребов готово начать свою охоту уже сейчас Эти парни изголодались по победам В Испании завершился международный турнир «Котив-2019» по футболу Сборная России, возраст игроков которой не превышает 20 лет, в финале встречалась с хозяевами соревнований Воспитанник Омска из «Дюшор-Рытыш» вратарь Владислав Политаев отыграл весь матч Несмотря на то, что омский голкипер на 66-й минуте встречи отразил пенальти в исполнении испанца «Сотов» Наши футболисты все же уступили сопернику со счетом 0-4 и, как и год назад, заняли второе место по итогам турнира При этом Владислав Политаев был признан лучшим вратарем розыгрыша В столице Татарстана прошло пьянерство России и всероссийские соревнования погребли на байдарках и каноэ Среди спортсмена в возрасте до 19 лет Амич Алексей Шишкин сумел дважды подняться на высшую ступень пьедестала Он был первым на дистанциях 500 и 1000 метров на байдарке-одиночке Второй тур чемпионата и первенства Амской области по летнему биатлону прошел в селе Петропавловка, Муромцевского района В первый день биатлонисты выявляли сильнейших в кросс-спринте Днем позже разыграли медали в гонке с маск-старта Успешнее всех отстрелялись и пробежали Никита Малыгин, Анна Дедкова и Радмир Бариев, победившие в обеих дисциплинах Также в рамках соревнований состоялась гонка ветеранов Победителями в дуэльной стрельбе стали Евгений Маслаков и Сергей Масленников Лучшими в эстафетной гонке были Тамара Полторацкая, Владимир Шелепов и Олег Волокитин А в кросс-спринте не нашлось равных Ирине Подлиновой и Игорю Романенко В один из, казалось бы, ничем с точки зрения омских любителей баскетбола непримечательных дней августа На тренировочной площадке БК «Нефтяник» тем не менее царило необычное оживление Юные поклонницы оранжевого мяча из спортивных школ Омска с вниманием и волнением следили за каждым упражнением Которое показывала им прославленная Оксана Рахматулина Оксана Евгеньевна двукратная чемпионка Европы Дважды становилась призером чемпионатов мира по баскетболу И самое главное, в ее личной коллекции две бронзовые олимпийские медали Завоеванный на играх 2004 в Афинах и 2008 в Пекине Одна из наиболее успешных игроков отечественного баскетбола в Омске далеко не впервые Но отличие нынешнего, ее визита на берег РТШ от предыдущих Состоит в том, что на сей раз она приехала в наш город специально Чтобы провести мастер-класс для юных баскетболистов В таком формате мастер-класс именно первый раз Вообще в Омске я уже, наверное, не знаю, сколько раз, 5-7 у меня тут вот директор школы Исполняющая обязанности Оксана Головкина Мы с ней дружим 30 лет уже Слушайте, я в гости приезжала и приехали в этот раз И сейчас, так как она возглавила детскую школу Олимпийского резерва Я приняла, она по ее просьбе приняла участие для детей в мастер-класс Интересно, почему с детьми всегда интересно А может быть, с самыми маленькими как бы там сложнее проводить мастер-классы Но тут уже были девочки, которые, в принципе, понимали У меня понимали именно английский сленг, с которым работают уже профессиональные команды И как бы им было интересно, я думаю В течение 45 минут группа воспитанниц спортивных школ при БК «Невтяник» и имени Промина Выполняли упражнения и всевозможные задания от звезды российского баскетбола Ассистировали Оксане Рахматулиной известные омские тренеры Светлана Иванова и Елена Серикова Очень полезный семинар, хоть не такой большой мастер-класс Но, тем не менее, дети увидели некоторые моменты, которые мы, тренер, на самом деле даже не давали Ну, такие мелочи, но они очень важны в обыгрыше один в один Поэтому, я думаю, плюс они еще, могу сказать, терминологию, чтобы английский учили, нам повторили Да, какие-то виды передач, какие-то выходы показала Такие, которые именно она делала в свое время, да, и очень полезно для детей это, на самом деле А ты как тренер для себя что-то новое сегодня узнала? Конечно, тренеру он должен учиться всегда и всему, и брать от каждого другого тренера что-то новое Я посмотрела, увидела некоторые моменты, над которыми буду работать с детьми теперь обязательно Конечно, говорить о каком-то прогрессе за столь короткое время вряд ли можно Но заслуженный мастер спорта Рахматулина успела показать детям то, на что в наших баскетбольных школах редко обращают внимание постановка ног Это очень важно, ведь потом, когда девочки приходят в профессиональные клубы, все недостатки в технике дают себя знать А вот, скажем, в мировой столице баскетбола Америки игрокам еще в детстве ставят и гриблинг, и работу ногами В общем, интересно было и звезде мирового баскетбола, и омским девчонкам Было много чего интересного, за лето я многое забыла и многое что вспомнила Даже вот эти вот нога, оп, и в общем, было даже интересно Это же как-никак Александра Фантулина, и с ним тоже было очень интересно Над остановками мы поработали, я этого, ну, можно сказать, знала, но не очень сейчас, сейчас больше лучше поменяла Но это было интересно? Очень Это самая именитая спортсменка из тех, кто когда-либо давал тебе мастер-класс? Да Мне очень понравилось, были какие-то новые элементы, и от олимпийской чемпионки это вдвойне приятнее как-то получать весь этот опыт Какой-то ты сегодня, может быть, фирменный прием или финт у него переняла? Ну, в основном работа шла над остановками, и как правильно пик играть, двойки с большими игроками Вот это, я думаю, возьму После тренировки Оксана Евгеньевна провела автограф-сессию и сфотографировалась с многочисленными желающими На трассе в поселке Ростовка прошел четвертый этап чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с колясками География участников была обширной, от Ярославля до Кемеровской области В классе мотоциклов с объемом двигателя 500 кубических сантиметров эти заезды стали завершающими По итогам чемпионата 2019 лучшим экипажем страны в этом классе оказались Денис Шитик и Александр Старков из Свердловской области А вот заезды в классе мотоциклов с колясками с объемом двигателя 750 кубических сантиметров Лучше других удались другим свердловчанам, Александру и Павлу Зыряну Впереди у участников этого класса еще два этапа чемпионата России Оба они пройдут в Кемеровской области Там-то и определяются лучшие гонщики страны Шансы на чемпионство сохраняют омичи Илья Смагин, Руслан Киселев, Сергей Лесь и Никита Ковальчик И последнее Определились победители открытых областных соревнований по теннису Участниками которых стали около 50 спортсменов из 10 регионов России Среди омичей награды высшей пробы завоевали Данил Пащенко, Арина Баденко и Максим Парынь Серебро на счету наших земляков Степана Немировец и Марьяны Цапинской Бронзовые медали достались Данилу Мячину, Олесе Стокусовой и Алене Дзюбенко Еще 4 награды выиграли иногородние спортсмены Это все о чем мы успеваем вам рассказать сегодня До встречи на 12 канале через неделю Любите спорить Редактор субтитров А.Семкин